здравствуйте наши друзья подписчики гости канала family hobby мы отсутствовали 12 дней все было не без присмотра в том числе и теплица но изменения происходят наступила осень и теплицы как и на улице начинается листопад конечно мы стараемся сейчас понемножку все эти листья особенно вот с киеве общипывать потому что ну вот не сейчас но скоро он все эти листья осыпет если не щипать не удалить на все растения которые растут внизу поэтому конечно работы с этим липа листопадом тоже достаточно цветет продолжает цвести вот этот жасмин который в египте купили который в чай добавляют конечно сейчас немножко уже цветения с холодами меньше стало так и что он весь был белый весил очень сейчас тоже пахнет конечно в этих странах там средиземноморья там такие простоте заросли очень ароматные конечно может уже захотели его себе когда увидели купили за 12 дней под отросла лантана и вот так вот начало цвести я ее стараюсь вот формировать тут крону она же у нас только с весны так очень активно растет хорошо и вот на первом же междоузле прищипывать потому как она сразу же развилочку отпускает сразу же отрастает вот так она цветет и конечно красивая сформированная лантана если это на штамбике такой красивые красивая крона это конечно смотрится хорошо ну вот если какое-то время вы ее не прищипываете она сразу же отрастает и сразу же цветы выпускает такие ну и вот такая красная тоже у нас уже начали какие-то цитрусовые вот например этот клементин окрашиваться такое небольшое деревце но 4 на нем плодика он совсем небольшой наверно меньше метра до грузинский какой-то клементин чик ну вот укорененные инжиры здесь стоят конечно место они занимают мы их когда прищипывали немножко подрезали оставшиеся ветки конечно же это посадочный материал и куда-либо девать их просто выкинуть жалко вот укоренили инжиры у нас и киевский крупноплодный поэтому вот крымский такой желтый который мы не знаем название осборнский фиолетовый из бордо и брунсвик вот брунсвик конечно мы очень попробовали хорошо то есть он раньше всех созрел с него я вот мы под собрали вот такой высокий вырос уже апельсин вашингтон на его на нем у нас воздушные отводки и есть корни вот поэтому может кому-то будет нужен апельсин вашингтон на его ну пожалуй уже на весну и вот такие будут сразу большие приличные такие уже растеница с корнями вот сразу обращайтесь так лавровый лист у которого прирост 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 ты не успеваешь его вот вовремя прищипывать для того чтобы он пустил в нужном месте развил очку пропустили вишка видите как получился вот такой промежуток довольно таки длинный и высокий нужно за ним следить и постоянно его прищипывать и так растение конечно такое прям как пластиковая красивая рядом вот ли египетский лайм тот которым из египта привезли вот таким большим вот он там нам уже сколько получается три таких вот завязал плодика еще от продолжает цвести конечно он очень сильно переболел вот моего зимой только привезли он совершенно был без листьев вот он нарастил весной листья зацвел там несколько плодиков завязал ну конечно мне нравится это растение к и она очень довольно таки как мне показалось выносливая ни в чем себя не в не в хлорозе себя не показала не ничто на него не напала никакие не болезни и все черенки которые вот то что мы укореняли от него они в очень активном росте просто они уже там пошли уже какая у них уже третья наверное волна роста прироста и хорошо не так ветвятся конечно вот знаете когда постепенно опыт какой-то поднабирается вот я говорю сейчас про цитрусовые ну вот как я например я уже начинаю отдавать предпочтение растениям таким выносливым с хорошей силой роста и конечно что было обилие вот в цветении в плодоношении ну как бы я не коллекционер мне вот достаточно иметь выбрать то что получше которое растение которое тоже отзывчивые благодарны и вот на этом и все ну вот как бы в таком поиске и находимся ну как бы так покупать только за одной например в оригад насти я цитрусовой не буду вот то есть как бы это не является для меня ну каким-то таким объективным преимуществом хорошо пошел в рост вот такой тоже египетский апельсинчик очень цвел но на нем было тоже мало как бы листьев при после перевозки вот все таки зима открытая корневая система он так под сбросил вот но тем не менее весной так цвел просто все ветки были в цветах ну вот отрасть потращивал такие молодые приросты к сейчас я вам покажу уже апельсин которому получается идет второй год это же мы его привезли вот из египта который вынашивает уже плодики ну вот так они начали уже окрашиваться вот такие они это его первое у нас плодоношение посмотрите какие тут вообще красавчики такие два висят этот египетский апельсин там тоже ну то есть количество достаточное для такого для такого растения тоже еще тоже было очень активное цветение посмотрите внизу он вот такой смотрите такой ствол но высота наверно метр пятьдесят вот так где-то высота вот получается вот эта пара они самые такие крупные да с такой такой интересная форма наблюдаем да за ними очень интересно какими они вырастут ну а здесь наш киевский крупноплодный в общем то такое растение распространенное да и которым среди знающих опытных цитрусоводов никого не удивишь ну а знаете вот в общем то растение такое очень благодарное вот например кто хочет выращивать лимоны да ну если у вас еще совсем ничего нет заведите это растение для начала у вас не будет разочарований вот и каких-то капризов сбросанных сброшенных листьев сброшенных плодов и первый ваш опыт вот с этим лимонным киевским крупноплодным он вас воодушевит как бы на выращивание других сортов лимона одним словом это лимон лимон не капризуля наш комкватик маргарита таких есть плодах не знаю ничего не общипываю что-то он сам сбрасывает первое его плодоношение так многовато да наверно многовато завязал ну маленькие конечно вот есть тут посмотрите да здесь снизу побольше сверху они такие поменьше они недоразвиваются наверное я их удалю эти хорошо разбиваются эти пусть остаются вот по такому принципу как-то это у нас не одно растение комквата но вот именно этот он вот такой обильный тоже хорошо цвел и вот хорошо завязал все-таки вы знаете растение растению розни оказалось бы все одно и то же один и тот же сорт вот у нас такой уже на подпорках тоже комкват привит на трифолиата зимостойкий этот цитрус подвой в прошлом году на нем были комкватики они конечно были очень сладкие говорят что на трифолиате да эти плодики они намного послаще ну чё не могу сказать действительно они были сладкими в этом году он цвел но ничего не завязала почему-то в открытом грунте а этот горшки так наш египетская гуаява вот такой дала тоже неплохой прирост мы ее прищепили макушки и она пошла в развилочку пока еще не цвела но развивается хорошо конечно вот такие прям листья пластиковые жесткие такие растения конечно по крайней мере там в египте мы наблюдали ее вот в открытом грунте но грунтом это не назовешь ну давай должно быть конечно растение по всем по всему очень выносливая потому что растет просто в какой-то там скале росло и видели мы вообще без капли воды ну а здесь ей все условия еще раз апельсин в этом ракурсе смотрите как хорошо смотрится вот еще один цитрусик тоже тоже того же египетского рынка посмотрите на что кто-то из опытных цитрусовода у нас тоже смотрит может вы мне напишите опознаете вот этот цитрус посмотрите какая форма у него вот такое он цвел просто как вот понимаете и завязался как облепиха такое было цветение очень они обильные конечно в цветении вот как бы на этом делится довольно достаточно по-моему где-то 10 плодика вот таких завязалась что это конечно я не знаю вот такие у него листики что-то на мандарин похоже и даже на кумкват мы даже вот подозреваем что это больше даже какой-то разновидность кумкват они же разные по форме бывает он совершенно без иголок и вот такие плодики смотрите да что-то очень интересное вот такие конечно не знаю какой он будет на вкус но его обильность то желание плодоносить а потом конечно и вот завязать плоды не сбрасывать их хорошая сила роста это очень хорошее качество мне не нравится вот так обсыпался наш гранат то есть растение которое в теплице желтеет и обсыпается первым засыпал все внизу тут у нас стоят многие начеренкованные растения надо убирать теперь ни разу этот гранат еще не плодоносил это гранат на вакаховском питомнике ботаническом саду куплен зал называется ки крымские полосатый но в общем то он довольно таки молодой вот он хоть и высокие вот два метра два метра но он очень быстро вырос вырос по сути дела у нас год мы купили сантиметров наверно 70 вот ну метр может быть сейчас наверное он даже вот а если бы я его не подрезал вот этот верх просто он уже был ушел куда-то очень высоко пусть лучше я его очень так несколько раз подрезал не я подождал конечно вдруг будут цветы другая цветение цветения как бы совсем не наблюдалось не было и конечно я его подрезал все вот ну может потому что в таком активном росте находился и по сути он еще молодой вы надеяться посмотрим может быть на следующий год он и заплодоносит вот она здесь уже этот фиолетовый из бордо но он весь такой зеленый ему еще это как бы для него это еще не холод наши фейхуа то 22 дерево фейхуа в открытом грунте так вот конечно в этом году они очень порадовали далее достаточно для первого подношения достаточно много плодов вот первая фейхуа у нас вот мы на украине кувку в украине купили она довольно таки крупная рядышком это абхазская фейхуа вот вот это которая в украине она конечно очень крупная вот мне конечно тут в комментариях писали о том что не морочите голову никому и величина фейхуа ягоды зависит от количества паду ну вот друзья ничего подобного ничего подобного вот абхазская у нас как ни странно то которая в горшке больше плодоносила то которая вот вот это в открытом грунте на нем было намного меньше плодов но величина была одинаковая то что вы и в горшке и здесь да вот это фейхуа это который в украине мы купили тут себе помню где-то запорожской области покупали давно уже это было она очень крупная отличается просто кардинально от абхазского там и кожица другая толщина кожицы другая это явно другой сорт эти сорта отличаются отличаются друг от друга по всему и вот склонность такая вот именно качество так сказать качество вот имя такая крупноплодность и это сортовое качество на нем было много плодов много вот на этом украинском фейхуа но это сто процентов это сортовые качества укоренилась у нас всего до 3 черенка все коренение проблемное действительно я ранее говорил что более весенних видео о том что нам все-таки удавалось укоренение и черенки укореняются но дело в том что когда ты укореняешь вот например у нас была стрижка да здесь наверное их сотня была черенков и сотни когда там укореняется 4 это уже как бы показатели это уже опыт уже после этого можно сказать да действительно я со всеми соглашусь что укореняется сложно вот поэтому мы высеяли но как бы еще не высеяли собрали семена с этого сорта и с абхазского сорта вот абхазский сорт такой у него ствол растению 4 года вот такие кроны вот их здесь два вот посмотрите растения вот такие стволы это 4 года в горшке было очень такое тоже приличное плодоношение и узнаете простояла на улице вот такая у него крона этого абхазского обдуваемо всеми ветрами и дождями не заносили никуда растения в общем-то очень выносливая ни одного плода не сбросила все выдержала так как не очень нам хотелось есть плоды обработанные чем-либо поэтому особо не удобряли так органикой немножко и все еще одно такое вот у нас дерево мандарин он шил довольно таки тоже быстро вырослом потому что в открытом грунте и вот такая у нас есть воздушная отводка и будет вот такой вот смотрите прям вот такой сразу саженец в общем то тоже если кому-то будет нужно обращайтесь тоже совсем недавно это было совсем небольшое деревце посмотрите какой сейчас ствол то в открытом грунте конечно растение так стартануло очень в рост правда завязала один плодик вот почему-то вот он такой немаленький такой мандарин он шил но мне кажется вот не завязи были больше но сбросил мне кажется это потому что вот он был маленький маленький а потом за один сезон как стартанул раскинул вот так кроны стал сразу большим поэтому вот так ходишь вокруг него вроде бы растение большое и думаешь такое большое растение чего же он активно не заплодоносил потом когда вспоминаю что да он же буквально еще недавно был там вообще малышом да это такой прирост поэтому теперь он уже набрал свою массу веточек зеленую массу я думаю на следующий год нас отблагодарит наша камелия вся в бутонах как я и говорил в прошлом году кажется вот вот она начнет распускаться посмотрите какие они но нет распустится она только конце января хотя вот смотрите прямо они уже окрасились и кажется готовы цвести вот так они будут стоять немножко увеличиваясь в размере до конца или середины января вот такой у нее 20 литровый горшок увеличивать мы не будем здесь хорошо себя чувствует одна из гортензий которую вот я большая это рижская которую я обрезал вам показывал и занес в теплицу вот так она стоит видите как еще тепло и вот эти как бы листья которые на макушках я оставил они пригодились так как вегетации это еще никакой но так как еще растение после обрезки при таких температурах не уходит конечно спать эти листочки пока ему еще нужны но оставлять к можно конечно вот вообще вот эту вот внутреннюю такую вот маленькую пару и все а вот это даже можно и было бы и вырезать там ноговато наше орхидейное дерево очень хорошо подросло такой прям прирост выпустила такие у него листочки очень мы на него полагаем надежды пока она очень хорошо растет вот так на ночь закрывается а утром вот так открывается чудеса но от сведения конечно еще более будет у него чудная это просто знаете вот смогну ли они сравнить настоящая к это орхидея только дерево пока она неплохо растет производит впечатление неприхотливого но только при условии холодной зимовки пока как она будет чувствовать себя например в комнате я не знаю это же растение субтропиков то есть прохладная зимовка ему нужно необходимо будем надеяться что что что-нибудь следующем году же какие-нибудь будут цветы цветения очень красивые просто вот красивее одно из самых красивых цветений деревьев красивее я ничего не видел она из турции то есть мы его отковыряли от корня большого дерева вот так при этом поломали нож в общем это какие-то камни камни там были я думал ничего не приживется вот но тем не менее вот такой вообще ни одного корешка не было какие-то там совсем-совсем зачатки маленькие а вот пустил хорошие корни вот такой прирост у нас вот подросли за лето вот такие неплохие саженцы анонны как вещь назовет анонна черемоя вот привезли мы ее семена тоже с египта и посеяли семенами вот так друзья тоже если кого-то заинтересует саженцы вот такие анонны у нас есть пишите обращайтесь а также подросли вот такие еще гуаявки вот они аналогичные вот у гуаяве большой который он показал тоже есть в наличии ну и вот тоже подросли за лето подразветвили смотрите какой уже чай так он уже пошел на разветвление неплохо себя чувствует листочки молодые здоровые здесь вот такие у нас чай камелия чайная ну и тоже всегда у нас неизменно есть мирт кофе лавр прям миртики уже превратились в такие деревца на штамбе а еще у нас началась очередная волна цветения псидиум гуаявы и вот он завязал еще тоже плотики также вот мы сорвали первые с него вы посмотрите такие они в открытом грунте конечно они не маленькие может не потому что в открытом грунте а потому что растение стало более взрослым потому что первое потому что нет они такие небольшие были вы знаете очень ароматный очень ароматный такая вкусная штука просто вот запах вот я держу тарелочку им не слышен запах до мертвого и семейства мертвых вот он не очень хорошо черенгойцы но хорошо у нем есть семечки и хорошо семечками прорастает размножается поэтому с каждого плодика вы сможете тоже собрать семечки и посеять он довольно таки быстро входит в плодоношение вот цветочки у него тоже очень красивые посмотрите как у мирта вот такие такими тычинками приятное такое растение вот такие блестящие кожистые листья друзья хорошего роста и здоровья вашим растениям спасибо вам за просмотр всем до свидания